А вот Павла Груденина из федерального списка вычеркнули, да, и вот буквально в эти минуты, когда мы записываем интервью, сегодня 9 августа, как раз Верховный суд рассматривает этот иск КПРФ о нарушении и требовании о том, чтобы Павлу Николаевичу вернули в федеральный список. Возможно, наши зрители уже будут знать итог рассмотрения Верховного суда, но вот вы как считаете, получится ли его восстановить в списке? Если нет, то будет ли он как-то принимать участие в компании, как-то помогать? Ну, вы знаете, Павел Николаевич Грудинин, независимо от того, будет он в списках, будет он зарегистрирован или не будет, он лидер нашей команды, один из лидеров нашей команды и, безусловно, символ. Поэтому, конечно, тут ситуация для власти вообще очень двоякая, потому что если они его не регистрируют, то это только прибавляет рейтинга оппозиционной партии КПРФ и, соответственно, будет прибавлять голосов. Если же они его регистрируют, то они признают и свою слабость, и то, что Павел Николаевич чистый человек. Потому что в эти вот бредни про офшоры, мне кажется, уже верят только дураки или негодяи. Поэтому, что бы они сейчас ни делали, в любом случае Павел Николаевич с нами, он часть нашей сильной левой команды, и он уже сейчас ездит по городам, я видела, встречается с людьми, ведет агитацию. И, конечно же, и после выборов ситуация останется той же. Мы будем его поддерживать и защищать, а он будет с нами.